Этот дом семья Бабхоевых стала возводить 10 лет назад. Пригодились материнский капитал и помощь родственников, но вскоре стройка застопорилась на долгое время. Встал вопрос с отоплением. Это дело оказалось затратным. Фатима понимала, что собрать необходимую сумму самой не удастся. Знакомые посоветовали обратиться в фонд «Солидарность». Бабхоевы не единственные, кому оказали помощь в благотворительном фонде. За три года его существования улучшить жилищные условия смогли 260 семей. Представители фонда поддерживают действительно нуждающихся людей. В приоритете вдовы, пенсионеры и инвалиды. Мы выезжаем, смотрим. Каждый день обращаются люди из разных уголков республики и за пределы республики. Бывают случаи с пригородного района, с Чечни. Бывают те, которые обращаются, которые ни в чем не нуждаются. Они просто-напросто на авось повезет, поставились на учет. Но такие вещи у нас не проходят. Мы жесткий отбор делаем. Муж Фатима – инвалид второй группы. Основной доход семьи – это его пенсия и выручка от домашнего хозяйства. В новом доме еще много работы. Но никто из семьи не собирается сидеть без дела. Денег от продажи скота должно хватить на оставшуюся отделку. На очереди более полутора тысяч семей, которым необходима финансовая поддержка. Напомню, солидарность основана по инициативе главы Ингушетии и при поддержке работающего населения республики. Сотрудники благотворительной организации призывают всех, кто готов нести добровольные пожертвования и намерены поучаствовать в решении проблем определенной категории граждан, обращаться в фонд. Тамара Хашагульгова, Магомед Доскиев, Новости 24.